Год заканчивается, а зимний легкоатлетический сезон стартует. В Манеже университета имени Державина встретились команды Тамбова и Липецка. Чья взяла, выяснила Алла Лавриненко. Предновогодний старт получился массовым. В Тамбовский Манеж приехали представители Маршанска, Котовска, Мичуринска и Уварова, а также внушительная делегация спортсменов из Липецка. У них условия не позволяют зимой бегать, Манеж у них нет, но он у них строится. И надеемся, что на следующий год мы будем к ним ездить. Присутствие Деда Мороза казалось абсолютно естественным, тем более, что наступает знаковый для легкоатлета в год – «Зайца», скоростные качества которого всем известны. Вот и пробежал подопечный Наталья Котовой километр быстрее остальных – за 2 минуты 38,8 секунды. Даром, что тренируется заочно. Я живу, конечно, не в Тамбове, а в Сосновском районе. Это 54 километра от Тамбова. Но я в одиннадцатом классе, и каждый день я не смогу приезжать. И, ну, как получается, в основном в два раза в неделю я стараюсь приехать и потренироваться профессионально. А то, что каждую тренировку в доме я постоянно выполняю. Но не на всех дистанциях первенствовали хозяева. В беге на 50 метров тягаться с липецкими бегуньями Тамбовской прыгунья Анни с Дорновой было сложно. Хотя пришли к финишу девушки почти вровень. Ну, там почти одинаково было. Там, в принципе, это… Тем более я прыгала сегодня еще, я после прыжков. Поэтому я вполне могла первое место занять. Еще раз с соперниками из Липецка Тамбовские легкоатлеты встретятся уже в новом году. И не только на подобных турнирах. В этом зимнем сезоне в спортивном календаре значится чемпионат Центрального округа и первенство России. Алла Лавриненко, Владимир Крынкин, Вести, Тамбов.